Приветствую! Мне очень давно хотелось снять это видео и вообще мне очень давно хотелось такой нож. И слушайте внимательно, это будет довольно интересно, довольно емко. Первая важная оговорка. Перед вами не интегральная версия, а копия спайдерка Нирвана. Раз. Вторая важная оговорка. Это две разные копии. Это не один и тот же производитель, но они очень похожи, но они абсолютно разные. И именно об этом будет это видео. Три. Нижний нож мой. Я его купил сразу же, как увидел, вот просто вживую сразу же понял, что да, я беру. Одновременно с этим. Этот нож до этого я уже видел дважды или трижды. Они приходили от заказчиков. При этом, так как на тот момент я не знал, что копий вот этого варианта исполнения несколько по производителю, я наизусть не помню. Совершенно точно я видел именно нижнюю версию, поработал с ней подробно. Может быть, приходила и верхняя версия, но вот один из разов чуть более давно я с ней работал, но наизусть не запомнил особенности ее. И поэтому не могу сказать, что это были два экземпляра нижнего исполнения или один такой, один такой. Но просто я тогда не придал значения разнице. Сейчас я бы точно сказал, какой из них, если бы они попали мне в руку сразу же. Я их теперь отличаю после этого видео, и вы будете их отличать. Краткая предыстория. Спайдерка Нирвана – это интегральный спайдерковский нож. Очень интересный внешним видом. Он одновременно является двумя аспектами. Первым аспектом – это взяли шаманы, вытянули просто в две разные стороны. Получилось с точки зрения невынесенный вверх, да, как бы и без упора для пальца спайдер-дырочки. Нечто более стремительное, нежели, так сказать, широкий пухленький шаманчик. Второй аспект – это очень не похожий на спайдерка спайдерка. Конечно, мы говорим о том, что эта спайдерка не похожа на серию Эндур, Энделл и прочих делек. Не похожа на Милю, Парамилю. Ну вот, ну просто, в общем-то, если покопаться в спайдерка, можно найти много разных спайдерка. Но даже от стандартных дизайнерских тайчунговских спайдерка, на мой взгляд, Нирвана все же отличалась. Следующий нюанс предыстории заключается в том, что это интегральный нож. И вот здесь это не видео про мой новый нож. Такое видео будет про нижний, безусловно. И там я буду говорить именно по поводу своего выбора, почему я выбрал именно это. Но китайская интегральная копия тоже в этом мире существует. Вживую я ее ни разу не видел, на картинках видел. Цена у нее, ну плюс-минус, ну не как у оригинала, но как у оригинала раньше. Вот в чем суть. И если, например, интегральный Анфин Бенчмейт существует, и его, в общем-то, можно купить, он разумная покупка, то под соотношением цена, как бы, и что ты получаешь, то вот китайская интегральная версия Нирваны, на мой взгляд, нет. Дальше. Я не знаю, потому что по источнику, который я видел, было непонятно, как устроена интегральность у китайской копии интегральной. Но у оригинала абсолютно, я думаю, что можно говорить это слово, идиотская конструкция. Потому что там стопорная бонка, она толстая, это просто стержень, который просто заколочен вот сюда в рукоятку, а потом это все зашлифовано и обработано так, чтобы финиш скрыл наличие вставки стержня. Естественно, если хоть что-то в ноже идет не так, требуется работать со стопорной бонкой, а она, короче, однажды в жизни я взял этот нож, оригинальный, в ремонт, и я проклял все на свете. И, в принципе, когда я вспоминаю все свои ретроспективно, так сказать, чаяния с интегралами, я понимаю, что если вы хотите взять нож интегральный в коллекцию, вы видите, что он идеальный, все с ним хорошо, все прекрасно, и вас все устраивает, берите. Если вы хотите взять интегральный нож, и вы понимаете, что как бы и что бы там ни было, вам все не важно, вы просто будете его открывать, закрывать, резать, мыть, продувать там, сушить или нет, и не важно, и вы не планируете его именно ремонтировать в случае чего, какие-то мелкие разлады механизма, там, микролюфтик или еще что-то вас не будет беспокоить, берите. Во всех остальных случаях не берите интегралы. Это очень плохо ремонтопригодная конструкция. То есть, грубо говоря, там, ультрабук так называемый, то есть, ультрапортативный ноутбук, 20 лет, 15 лет назад я собственными руками разбирал, собирал такие компьютеры, обратно, там, ревизировав систему охлаждения, и все прекрасно работало. Сейчас, там, какой-нибудь текущий, там, начиная с 15-го, 18-го года, макбук перебрать, это сумасшествие. Это просто сумасшествие, ну, отсутствие нормальной, адекватной ремонтопригодности. То же самое интегралы, это шаг в ножевой индустрии, в сторону, как бы, не лезь, ни все равно толком ничего ты сделать не можешь. Поэтому неинтегральные копии интегральных ножей, это интересная ниша, очень интересная ниша. Теперь, так как мы закончили уже предысторию, так как я объяснил вам, почему неинтегральная копия актуальнее интегральной, потому что они, а, адекватно стоят, нет, а, они ремонтопригодны, б, они адекватно стоят. Теперь давайте к этим ножам. Нижний нож, исполнение, вроде как, того самого Дион Ксанаду. Верхний нож, каких-то, без, так сказать, имянных, но не менее, так сказать, сноровистых китайцев. Начнем с прямого внешнего сравнения, причем нам его придется делать даже с убиранием временном ножки. Значит, прямое сравнение. Они разные по размерам, как это ни смешно и ни странно. То есть, этот нож пухлее, более, давайте так, дорогой и не, ну, более дорогой и менее дорогой, потому что и тот, и тот, в общем-то, не очень дорогие. Стоят они в районе, там, гринторновских копий. Естественно, не с дорогими сталины. На этом ноже, на том, который я себе выбрал, стоит 154. Собственно, будем посмотреть, что из себя представляет 154 от китайцев. На этом ноже стоит заявлено 9 хром 18, ну, то есть 447. На одну единицу здесь твердость ниже заявлена, здесь 59, 60, здесь 58, 59. Этот чуть тоньше сведен, этот чуть толще. И здесь чуть толще клинок, при этом здесь чуть-чуть тоньше. Весит вот этот ощутимо больше, 160 грамм, здесь меньше 150. Почему? Потому что этот тоньше, этот толще, пухлее. Это ощущается в руке, хотя разница не очень большая, но ощущение есть четкое. Теперь. У них принципиально отличается буквально каждая деталь. И вот буквально по каждой детали я вас проведу сейчас, чтобы вы могли увидеть разницу. Первонаперво отличается, как видите, финиш рукояти. Здесь он, ну, в кавычках, из-под фрезы. Итак, вот видно микро-такие вот неровности, микро-канавки. Это от фрез. Здесь этого нет, здесь четкий такой вот в стиле District 9 Dark Wash. Дальше. Здесь канавки мотированы. А здесь они оставлены, как есть, глянцевыми из-под фрезы. Дальше. Здесь написано S90, хотя мы уже знаем. А вот здесь, честно, написано 154. Здесь нормальный такой крупноразмерный паучок. А здесь, видимо, не хватило, так сказать, ну, как я не знаю, усилий или, как сказать, упертости в достижении более-менее оригинального размера хотя бы. Здесь какой-то там паучок. Может быть, какой-то там, как раз в Тайчунге бывает такой, а здесь они не парились. Не знаю. Но в целом, чем менее контрастный паучок и чем он меньшего размера, мне лично лучше, больше понравилось. Дальше. Как это ни странно, практически на 100% совпадают все вот эти вот направления и протяженности рисунков. Но сказать вам точно, что это одно и то же лекало или нет, я не знаю. Не могу. Есть вероятность, что это они просто рисовали все-таки. Потому что, например, нижние вот эти треугольнички, они отличаются. Дальше. Что еще отличается? Здесь больше похоже на интеграл, потому что спейсер имеет ровным счетом такой же финиш. Здесь меньше похоже на интеграл, потому что даже чуть-чуть отличается цвет спейсера. И он здесь даже чуть-чуть вот так вот подтарчивает. Здесь значительно более четкая подгонка. Дальше. Зачем-то и там, и там вообще абсолютно практически одинаковая фурнитура. Абсолютно одинаково обработанная. То есть она не один в один выглядит. Это все-таки разные винты. Но они одинаково сатинированные. И, наверное, эта придирка единственная к обоим ножам. Хочется спросить граждан из Китая. Зачем на полностью матовый нож пихать полностью глянцевые сатинированные винты? Ну, окей. Для меня это не проблема. И в целом это поправим. Дальше. К счастью, есть отверстие для замены, если нужно, шарика детента. Хотя это не проблема. Дальше. Чтобы... Глянцы поступили хитро. Как сделать стопорную бонку так, чтобы она не нарушала интегральность? Ну, с лицевой стороны, чтобы она не крепилась. А с изнаночной, ради бога. Так и сделали. Дальше. И вот это мне понравилось больше всего. Все-таки клипса, она должна быть какой-то. Да. Здесь более дешевый нож, более тонкий. Но клипсу имеет раза в два выше, чем ксанадовский. То есть клипсы отличаются принципиально. Понятно, что здесь можно по факту поставить любую. То есть просто спайдерка клипса, алиэкспресс. И выбираем любую, какая нравится. Ну, опять, зато с гравировкой здесь симпатично, аккуратно. Здесь как-то вот, вот, как-то. Да. Ну, мне она не нужна, эта гравировка. И как бы ладно. Дальше надо отдать должное более дорогому ножу. Посмотрите внимательно. Сейчас я еще приближу. Посмотрите внимательно. Вот здесь винты. Кроме осевого, они не сатинированы. Они просто полированные. То есть, грубо говоря, китайцы берут из коробки винты и сразу ставят, закручивают. Не парятся. А здесь, нет. Здесь на дорогом ноже даже эти мелкие винтики сатинированы. Между прочим, внимание к деталям. Дальше. У обоих ножей есть одно и то же негативное. Немножечко. Посмотрите. Очень-очень близко острие кончик к выходу из рукоятки. И в силу того, что там довольно толстые клинки, напороться на кончик, как нефиг делать. Я своим ножом себе палец уже проколол. Этот момент надо учитывать. Более того, посмотрите внимательно. Кончик более дорогого ножа, он еще длиннее клинок на миллиметр целый, полный. Вот. Это выглядит лучше, но порезаться, в общем-то, как бы еще легче. Хотя, на самом деле, вот в эту впадинку сюда тоже палец очень даже хорошо. И если посмотреть, как глубоко посажены клинки, то на самом деле видно, что практически одинаково. Но вот у этой более дешевой копии чуть-чуть, ну так вот, если посмотреться, чуть выше задран кончик и чуть ближе к краю. Поэтому более коротким, выше задранным клинком даже легче порезаться, чем вот этим. Хотя, оба ножа представляют опасность в случае, если неудачно попасть внутрь туда пальчиком. Сразу говорю, потому что с непривычки, так как у меня обычно такого нет на моих ножах, с непривычки я вот лез в карман и вавку себе сделал. Вот. Теперь по механике. Да, еще одно важное отличие, это разные фаски. Вот тут. Это надо показать обязательно, на мой взгляд. Смотрите, здесь вот широко снятая фаска, а здесь не широко. И, казалось бы, должна быть принципиальная разница. Снова уберем в механике. Потому что, вот, удобно должно быть выкидывать этот нож, но нет. Если прижать, это я специально там крепенько держал, если прижать фрейм сильно, то не выкинется даже этот с более, как бы, ухватистой, с более ухватистой спайкой, спайбиркой. Но, если палец вот здесь, все, проблем ноль. То есть, как бы, выскакивает, будь здоров. Сразу скажу, почему на этих ножах более жесткий детенд завода, и он прям такой, прям жесткий. Он мягкий. То есть, здесь нет такого, знаете, что прямо там, еле вытянул. Нет, он мягкий, но очень выраженный. Почему так делают? Потому что клинок очень тяжелый. Он прям под своим весом, прям как гильотина захлопывается. Вот. И если не будет такого детента, то грохоть он будет. Будь здоров. По пальцам и по чему угодно еще. Поэтому они сделали их пожестче. А, правильнее сказать, поупруже. Теперь дальше. Цвет вот здесь. И здесь отличается. Здесь именно уголь. Здесь есть некая кобальтовая, какая-то сизая. Что ли, составляющая, наверное. Рукоятка более скользкая. Однозначно более скользкая. И, в общем-то, вот это мне в этом ноже и не очень нравится. Потому что, в принципе, вот эта версия, она ощутимо дешевле. То есть, ну, ощутимо говоря, больше, чем на 2000. Или правильнее сказать, что вот этот нож дороже этого почти на третье от цены этого ножа. Да, я бы вот так вот сформулировал. Вот. Стоит ли оно того или нужно ли доплачивать. Я бы сказал, что тут ножи эти надо смотреть независимо от цены. Потому что у них есть очень, ну, огромное количество, да, очень мелких отличий, которые делают их очень разными. Но основной конструктив одинаковый. Сухарь есть? Есть. Подшипники однорядные, небольшие. Подшипники однорядные, небольшие. Механика из коробки вау-вау. Механика из коробки вау-вау. Нужно в них лазить что-то делать. Да, в общем-то, ну, нет. И это, в общем-то, вполне себе хорошо. Стоит ли, можно ли, или буду ли я что-то делать со своим ножом? Да. Но это я расскажу об этом в уже видео про свой нож. В общем, ну, приоткрывая завесу тайны, скорее всего, меня достанет окончательно наблюдать за глянцевостью сатинированных винтов. И придется их галтовать. Вот. Одновременно, раз уж я буду его раскручивать, я сделаю себе, просто докину туда двухрядные подшипники. Вот. Почему? Потому что я так делал. Приходили эти ножи. Один не помню, что я с ним делал. А вот один четко совершенно. Механика. Он, нож был с Али. Он был такой немножко не вау. Вот. Там была замена шарика детента. Там была замена на двухрядную керамику. И механика стала бомбезной. И вот прям бомбезной. И заодно я себе все-таки чуть-чуть облегчу выброс. Потому что с широко снятой фаской это еще менее удобно делать, чем на этом ноже. Вот. У меня просто с непривычки я в основном флиперами пользуюсь. Спаев особо нет. А те спаи, которые есть, там прям там фаску бы снять. Вот. Поэтому тут непривычненько. Плюс другая конфигурация. Совсем другое положение пальцев. Потому что это не классический спай. Вот. Хороший ли это нож? Ну, в моем понимании, да. Толковый, интересный. Внешне и по содержанию. Он ремонтопригодный. Он не лоуфай. Он хай-фай копия. Это прям четко. То есть это ножи с хорошо изготовленными деталями. Все такое прочее. В этот мы с вами полезть не сможем. Потому что он, ну, товарный, да. Мне его надо вернуть. А вот это мой. То есть я со своим имуществом могу делать все, что угодно. И буду. Поэтому думаю. И может быть. Видите, если вы попросите в хорошем смысле этого слова. Не попросите меня. А если вы за. Вот. Скажите об этом. И мы с вами попробуем организовать видео. В котором я его разберу. Когда для себя вот это вот все буду делать. И покажу вам, что там внутри с изнаночки творится. Самому мне тоже это интересно. Но присоединять это к этому видео в виде вставки или еще что-то тоже не хочется. Потому что это один формат. А там, наверное, будет включение из мастерской и другой формат. На этом все. До новых встреч в интернет-эфире. По-моему, это очень-очень интересная ситуация. Когда можно вот Нирвану купить без проблем, связанных с Нирваной. До свидания.